Весь берег в мусоре, в досках, сорванных с этого пирса. Песок убивают. Домик в море. Море съело пляж. Можете увидеть погибшие деревья. Вместо дюн у нас мешочки с песочком. Шприцов. Вода питьевая, пресная якорь. С китайскими иероглифами турецкая дохлая рыба. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас из солнечного города-курорта Анапа. Меня зовут Юрий Озаровский. Вам всем привет, черноморские. Мы с вами находимся на берегу Черного моря в районе речки Анапки. В прошлом видео мы посмотрели с вами зону отдыха, украшенную к Новому году. Там все чинно, красиво и очень классно. Правда, немножко коррективы внес шторм. Но шторм был у нас на всем Черноморском побережье. Самое важное, наверное, посмотреть, как изменились за месяц пляжи. Что было сделано, что убрано. Как навели порядки на побережье от речки Анапки и в ту сторону. Насколько меня сегодня хватит. Так что мы с вами этим сейчас и займемся. Сегодня у меня, кстати, довольно-таки интересный день. Сегодня уже Оксана уезжает. Грустно от этого. Ну, как говорится, насильно мил не будешь. Отпустим человека. Пускай у него тоже все будет хорошо в этой жизни. А мы будем жить дальше, радоваться морю и верить в чудеса. Говорят, под Новый год они случаются. Ну, а сейчас давайте про пляжи. Вот дохлая рыба. Даже ее чайки что-то не едят. Это из речки Анапки. Все помните, здесь был великолепный мостик. При Полякове на нем устанавливали освещение. Потом оно развалилось. И в итоге у нас шторм пришел, смыл мостик. Даже пока попыток сооружения мы не видим. Ту часть, как я вам сказал, вы можете увидеть отсюда. Все привели в порядок. Все чистенько, красивенько и украшено к Новому году. Здесь же у нас прям по берегу большое количество разнообразного мусора. Это вот вчерашний, позавчерашний. Шторм еще добавляет. Причем выбрасывает пластик. Тут мы видим снесенные домики. Валяется все так. Это тоже неказисто и некрасиво. Волнует людей, конечно же, вопрос, будет ли у нас новый мостик. Мы будем ждать с нетерпением новостей по этому поводу и надеяться на чудеса. Сейчас же прогуливаться по берегу моря, как по свалке. Мы недавно в Витязево проводили уборку. Если бы у нас Мупаку тоже как-то позвал, мы бы, наверное, попытались вывести людей непосредственно на все пляжи. Остальные хотя бы чуть-чуть попробовать навести порядок. Я не могу сказать, что ничего не делаю, потому что порядки наводятся и в шторм, и в непогоду. Об этом я выкладываю информацию в телеграм-канал, на который прошу вас, ребята, подписывайтесь. Также и сюда, в ютюбе, буду вам очень рад от души. Постоянный выброс мусора из моря добавляет людям неимоверное количество работы. Сейчас здесь палки, бутылки, пластик. В общем, все то, что смывало море, в эти шторма выбрасывает на наши берега. Вы видите, как подрезало песок, волны теперь заходят спокойно аж до туда. А раньше песок был выше вот этих вот металлических конструкций. Это то, насколько море забрало наши пляжи. Впереди столбы стоят, напротив гранд-отеля Анапа вообще в воде. Не весь мусор с наших берегов вы можете увидеть и вот такое вот турецкое, не с нашими названиями. Откуда оно с китайскими иероглифами, это, конечно, большой вопрос. Вообще какая-то запакованная посылка, там внутри какая-то соль лежит. Внутри это, оказывается, спасательная какая-то тема. Вода питьевая, пресная, якорь. Представляете? Для тех, кто любит собирать ракушки, рапанов выбросило очень много. Прям много-много-много. С каждым штормом добавляет и добавляет их на наши берега. Так что, ребята, если хотите, приходите, собирайте залежи прям для вас. Здесь большие выбросы шприцов. Три подряд лежит. Ну и разнообразного мусора и хлама. И в море его еще очень много. Видите, волна прям подгоняет. Рапанчики в перемешку с другим пластиком. Это у нас проход, проезд к морю Голубая даль. Первая от речки Анапки. Здесь как раз-таки находится гранд-отель Анапа. Тоже большое количество мусора на берегу. Вот то, о чем я вам говорил. Насколько села пляжи. Столб стоит и не хватает до уровня этой сваи. Где-то сантиметров 70. Вот такие дела. Теперь столбы эти стоят в воде. Здесь мы тоже видим, докуда доходила волна. Но тут видно, что уже чистили пляж. То есть частично гранд-отель Анапы и Сан-Мариновские. Раньше были рядышком. Сам пляж гранд-отеля Анапа расчистили после шторма. И посмотрите. Это прям новшество. Мешки с песком уложены по периметру, чтобы туда не заходила вода. Вот так вот, ребятки. Мы теперь защищаем строение на пляже. Вместо дюн у нас мешочки с песочком дожились. Давным-давно я себе даже представить не мог, что такое будет. Пророчил это. Говорил о том, что берегите дюны. Берегите природу. Но оно пришло гораздо раньше, чем даже я мог себе подумать. Доходим до уничтоженной штормом. Плюс люди оливковой рощи. Были там внутри попилены деревья, чтобы установить спорткомплекс. Который, кстати, в срок не сдали. Уже идет опоздание. Его пытаются закончить любыми путями. Удержит ли теперь то, что осталось от этих дюн, от этой рощи? Шторм следующий не разрушил все эти постройки. А там многие миллионы денег на них затратили из бюджета. Твошной забор сеткой. Сделано здесь какое-то строение. Административный корпус. Тут площадка с трибунами возводится. Ну а здесь уничтожены наши маслины. Лог серебристый. Правильное его название. И они, чтобы защитить себя от шторм. Видите, вода заходит постоянно. Даже свежая. Здесь уже привозят, подсыпают песочек. Вот так вот и живем. Такие вот у нас реалии. Спорт-объекты на пляже. Хотя у нас территорий очень много. Тот же самый ВФВ. Наша волейбольная Российская Федерация сделала площадки для игры волейбола на песке. Прям возле себя. Привезли песочек. Засыпали. Специально приготовленные емкости. Поставили тоже трибуны. И там люди играют. Не обязательно было реализовывать это все. Прям на берегу моря. Я все же надеялся, что будут какие-то проходы оттуда, насквозь через это строение. Но нет. Получается, полностью все по периметру обнесено забором. Из территории пляжной сокращаются. Теперь при помощи спортивных объектов. Ну и дальше просто как серпом по сердцу. Можете увидеть погибшие деревья. Их не убрали. Они тут так и валяются. Поскольку их здесь было много. Оттуда они когда спиливали, быстренько-быстренько, так сказать, увозили. Ну а здесь оставили мусор на месте. Мы подходим к проходу к морю. Золотые пески. Вы можете и не узнать пляж. В сторону у нас разрушенные дюны. Полностью слизанный берег. Штормом. Даже в страшном сне себе такое представить не мог. И никогда, в принципе, не видел, чтобы настолько сильно все было уничтожено. А здесь, ну просто наши деревья, которые сдерживали натиски штормов, спасали пляжи. В таком огромном количестве свалены вперемешку с разным мусором, домиками разбитыми, которые не убрались с пляжа. Кстати, сейчас начали все овральном темпе убирать. То, что осталось, мы видим с вами здесь. Туда заходило море. Туда намыло много песка. Вот такая вот беда. Просто хочется плакать, когда ты видишь все вот это. Очень обидно. Нас сегодня стало 398 тысяч. Я вас всех и поздравляю. Было, конечно, замечательно набрать к Новому году 400. Но, к сожалению, набор идет сейчас медленно. Но уже близко. Это огромнейшая просто цифра. Спасибо вам всем, ребят, за доверие. Спасибо, что смотрите, комментируете. Каждому человеку ответил. И я буду стараться делать это дальше. Так что жду в комментариях. Пишите о том, что вы видите. Сейчас мы отправляемся на следующий пляж. Это восход. Здесь у нас находится счастливое детство. Там у нас находится звездочка. Тут мы видим подтопленный штормом территории. Здесь стоит вода. Здесь раскапывали дюну, чтобы ее отсюда вывезти. У меня плохие воспоминания об этом пляже. Потому что в один из штормов у меня здесь пострадал кайт. Вот тот столб, который шторм завалил. То есть он за меня отомстил. Как видите, люди приходят гулять на все эти проходы. Камеры скрутились с фонарами с этого столба. Ну и посмотрите, как сейчас выглядит пляж. Тоже разрушенные дюны. Прям море резло нещадно. И в ту сторону то же самое. Ну и морюшко. Здравствуй. Вездесущий мусор. Тоже много. Повторяю, ворки проходили. Люди убирали. И, пожалуйста, опять мусора много. Здесь морюшко уже, честно, по-другому выглядит. Не верится, что завтра опять будем в нем катать. В эти дни тоже получилось покататься на кайте. Это было очень хорошо. Хочу поблагодарить всех ребят, кто поддерживает донатищину. Благодаря вам мы можем путешествовать на Безничек. Очень важно. И снимаем вот такие видеосюжеты. Поддержать можно по номеру телефона. 8-9-8-8-3-3-3-7-8-8-7. Чуть мне море не поддержало. Поехали дальше. Этот проход, я думаю, любители его не узнают, когда увидят. Здесь идет глобальное строительство. Раньше был детский лагерь Ракета. Сейчас строят не детский лагерь. Уже минимум это будет отель. Максимум какие-нибудь опять апартаменты у моря. Меня все время раздражало то, что здесь Давиль перегородил пляж. И тем самым мешал путешествовать по дюнам. Кто мы такие, чтобы ругаться на заборы на наших пляжах? Постепенно, полностью все будет в заборах. У нас останется узкий проход в море. И, собственно, все. И даже позагорать негде будет. Все, как говорится, к этому и идет семимильными шагами. Если раньше это было так в шутку, то сейчас центральный пляж Анапы тот же самый. Это мой большущий показатель. Ну и по Пионерскому проспекту все меньше проходов к морю нам оставляет. У нас никогда не было домиков на сваях. Но вот они теперь появились. Это к тому, что я рассказываю, что море съело пляжи. Очень много песка забрало в тот великий шторм. И другие шторма продолжают этим заниматься. Посмотрите, как разрушена дюна. Здесь все торчит. С этих сторон тоже подрезали дюны. И их размыло. Больно смотреть на это все. Сердце кровью обливается. Сколько я об этом кричал, говорил, надо мной все смеялись. Ну а теперь к морю поставило все по местам. Вот так вот сейчас выглядит пляж. Здесь, помните, несколько рядов лежаков были. Туда дальше уходили заборы. А нет. А вот все. Катаемся по дюнам. Уничтожаем растительность. Подрезаем. Делаем прораны, проходы к морю. И вот такой вот итог всего этого творчества человеческого. Следующий проход к пляжу. Это улица Кольцевая, Кристалл, Уют. Спрашиваете, зачем я вообще показываю все пляжи? Просто огромное количество людей писали мне в комментариях о том, что они переживают, собираются ехать летом к нам, бронируют или уже забронировали, а как там наш пляж, на месте или нет. Для этого я сегодня и показываю все популярные проходы и как бы как выглядят там пляжи. Здесь у нас пансионат Кристалл Уют. Он у нас есть, кстати, на обзоре. Можете посмотреть. Его пляж находится правее. Ну и здесь также этот проход называют проход от Дельфинария. Улица Кольцевая, я думаю, более понятно будет. Чтобы защитить этот проход от подтопления, была сделана искусственная насыпь, которая, в принципе, их и спасла. Но уровень воды все равно здесь сейчас высокий. Вы видите, что она тут стоит. Цело русло. Реки существуют. Это все потому, что туда левее также пострадали дюны. К большому сожалению, их тут воровали, вывозили. Вот к чему это привело. Теперь надо создавать рукотворные насыпи. Вот честно, настилы, пологие подъемы. И не надо трогать дюны. Вообще, как ученые Ран говорили, надо к дюнам относиться большим почетным уважением. И на сваях устанавливать эти самые настилы, чтобы не мешать естественной миграции песка. К сожалению, человеки всегда думают как-то по-другому. Ну вот, мы перебрались через Бугорок. Также тут пляж Бора-Бора раньше назывался. Смотрите, как это выглядит. Здесь максимально тоже разрушены дюны, потому что они были именно от этих навесов практически. Подрезало сами пляжи. Тут мы видим, что уборка уже побережье ведется. Ветки все собираются в кучки. И пластик выбирается. И это очень приятно наблюдать, потому что работа идет. Так что потихонечку все пляжи приведут в порядок. Ну, а сам пляж пристал в уют, видите, не пострадал. Все как было, так и осталось. Потому что там не было прорана. Такие вот дела, дорогие друзья. Вот так вот выглядит море в этом месте. К лету, тем более, все приведут в порядок и будет так же, как вы привыкли. Ну, а мы отправляемся на следующий проход к морю. Это буревестник, море лето, бывшая россиянка. Здесь бывший нефтяник Кубани. В ту сторону у нас находится Бемлюк. И также здесь Сант-Вилла. Теперь место красивого прохода к морю под тенью тополей. Вот так вот, ребятки, все меняется. Вместо прекрасной зелени нам достается каменные джунгли. Ну и самое главное, на весь проход, тут было огромное количество тополей, посадили немножко туй. Не психуй, говорят, есть туй. Сам здесь проход такой аутентичный, с колючей проволокой. С другой стороны заборы, бетон, тротуар, то есть и фонарные столбы. Вот они, наконец-то, наши дюны впереди. Отметить надо, что они здесь довольно-таки высокие уже становятся. На них есть растительность. И вроде бы их никто тут не прокапывает, перекапывает. Когда-то, помню, давным-давно, он с левой стороны здесь при помощи квадрокоптера обнаружил свалку. И тогда наверняка была прям беда в администрации. Той, которая была, чистили всем, говорится, чем только можно ее оттуда. Представьте, много лет подряд вывозили в одно место мусор с пляжа, чтобы его не утилизировать. Кто-то финанс себе ввозил куда-то поближе к сердцу. И вот мы видим последствия консервации. На пляжах то, чего нельзя было делать. Это было давным-давно прописано в правилах благоустройства города Анапы. Но потом, в прошлом году, при нашей нынешней администрации, разрешили консервацию. И посмотрите, во что превратили пляжи. Там вообще такой бардак был. Все разбито, разбомблено. Ну и, в принципе, последствия сейчас все эти вы видите. Доски, палки. Все перемешано с песком. И отсюда, кстати, начинается большой выброс мусора. Свежего еще. Который убрать не успели. Если мы были на соседних пляжах, то там мы видели, что уборочка идет. И вот примерно последние кучи до отсюда успели пособирать. И теперь смотрите, что там дальше будет с пляжами. Куда мы будем ехать. Сколько мусора будет. Просто южный ветер, он течением оттуда выносит. И вот где-то здесь начинает это все к берегу прибивать. Центральный пляж так сильно при южике не страдает от мусора. Чего здесь только нет, дорогие друзья. Кофе даже там осталось внутри. У нас кафе не подписано. О, вот эти. Читайте, арабские надписи. То есть у нас такого точно нет. Даже не доели, выпросили. И так весь берег. Просто докуда видят мои глаза. Ужас. Ну и дальше пляж Ривьера. Чуть дальше подошел. Тут вообще какие-то ковры. Жалко берег. Ребятам тут очень много уборки предстоит. Посмотрите, какие разрушения. Дюн, она огромная была. Обсыпалась. И навесы, которые остались здесь на берегу, стоят также в море. Ну и домик пляжа Ривьера тоже в воде. Что-то солнышко обманчиво. В шапочке мне показалось, что слишком жарко. Пена морская. Одел кепку. Холодно. Уши замерзли. Вот теперь в капюшоне. Вы не думайте, что я сильно мерзлявый там или еще что-то. Ну то есть я вчера был в шторме. Завтра буду в шторме. Холод, когда был, помните, тоже мы выходили, катали. Самая, кстати, холодная каталочка была в море. Ну просто действительно морской ветер. Из-за того, что прохладно. Очень быстро остажает конечности тела. Домик в море. Только в Анапе такое возможно. Это для того, чтобы чистить пляжи на трактах. Приспособа подтопила. И попробуйте узнать пляж Ривьера. Как же красиво смотрится пена морская. Когда ее выбрасывают на берег. Такими комочками. Многие говорят, это из-за того, что у вас там много сточных вод. С ними попадают мыльчатые вещества. Но нет, пена была всегда еще до мыльчатых веществ. Просто волны создают ее. Смотрится очень красиво. Тут можно наблюдать, что кучки присутствуют. Из палок и мусора не так много. Значит, на этом пляже какая-никакая уборка происходила. Здесь ребята вечно ищущие золото. Кстати, находят и много. Не находили, не искали бы. Но это место называется Тополиный проезд. Мы дошли до этого прохода к морю. И посмотрите, как виды изменилось здесь все. Если вы увидели, говорится, изменения, пишите о них. Мне будет интересно вас увидеть в комментариях. Учится узнать ваше мнение по этому поводу. Собственно, также домики зависли на сваях. Море все подмыло. Обнажило даже бетонные укрепления под вот эти сваи, под навесы. Здесь была еще одна, по-моему, линия навесов. Вот такие дела. Дальше у нас проход к морю возле Кристалла. Самое интересное, что шторма не собираются останавливаться. Пока в прогнозе, конечно, сумасшедшего, как был, шторм века нету. Но довольно-таки сильный. Будет завтра, потом в первых числах января. То есть постоянная шторма, шторма, шторма. То есть берег будет дальше, дальше, дальше подмывать. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Но главное, следите за информацией. Я вам всем расскажу именно как есть. Без прикрас и всего остального. Чтобы показать следующий проход к морю, машина остается возле родника. Мы с вами идем аж до Кристалла. Вон туда, далеко. Страничью у нас был десантник. Сейчас военный Технополис Эра называется. С левой и с правой стороны здесь Элада-2 находится. С левой стороны санаторий Юность. Кстати, работает людей много. И переходим дорогу к Кристаллу. Кристалл имеет хорошую лечебную базу. Видите, так же функционирует не все зоны. Здесь притащили большущий кран. Устанавливает у нас сотовую лычку очередную. Мечта хорошая в интернете. Может быть, когда-нибудь сбудется. Тут было одно из последних деревьев. Во время того, что тормозовальный. Допустим, недавно его убрали. Далее у нас санаторий Мечта. Тисачки, фрукты, овощи. Говорите, далеко ходить не надо. Все равно принесут. Ну и сам проход выглядит вот так вот. Пожалуйста, летняя жизнь. Возле самого родника работало кафе. Закусочные. Много магазинчиков здесь. Так же, где-то сидят. Напитки выпивают. Отдыхают у мангала. Если вы любите отдыха этих и здесь что-нибудь ели, напишите обязательно к карту. Не хватает богостроства нашим проходам. Тут нужно ногу сломать в темно-время суток. И стал у них свод проход, стерриторий и мриндый пляж. Здесь дюны еще больше становятся. Эта скамейка приспособлена, чтобы сидеть, смотреть на море. И под солнечными овощами этот пляж выберет довольно неплохо. О, мы с вами увидели технику, которую сейчас и вывозят в пляже. Большое количество пакетов с пластиков собранного за нее. И спасибо ребятам, которые делают наши пляжи чище. Ну вот он. Здесь юность располагается. Здесь кристалл. Здесь очень много заборов. Приходится как-то их там обходить. Птичек много. Прикармливают отдыхающие. Все в голубях, также в чайках. Ну и с правой стороны это голубой пикс. Вот в таком формате пляжа. Что-то я думаю, мне от того было до сюда ближе пешочком дойти, чем столько прогуляться. Ну, больше информации для вас. Двигаемся дальше. Декабрь месяц цветут одуванчики. Ламелия проход, я его называю. Там у нас Эллада находится. С этой стороны, ну вот так вот, Ламелия. Вот тот Алюра у нас есть на обзоре. Отельчик. Ну и тут чуть-чуть можно пройти, конечно. Вот так через домики, но ближе будет через дюны. Заодно повыше заберемся и увидим что-нибудь. Слушайте, а ну такое я себя взвалил, короче, все пляжи показывать. Я уже прошел 8 километров пешком, чтобы их показать. А мы добрались только к Ида Джимотем. Сразу меня встречает пёсик. Привет, красавчик. Охраняет дюны наши. Ну и вид на морюшко с них просто прекрасный. Конечно, появление этих отелей с этой стороны, это прям взрыв мозга. Вещь больше никто строить не будет. Хотя особо нас никто не спрашивает. Пошли на более большие территории. Вот как там ракету перестраивают. Из детского делают какое-то другое. Смотрите, Эллада свой пляж полностью зачистила. Все убрано. Про гребли. Прям идеально. Молодцы. А дальше, ребята, у нас здесь. Здесь вот краски пляж золотых песков находится. Туда Джамайка и Тиматинский проезд. Так, сейчас здесь все смотрится. Кстати, буйок кто-то припрятал. Если с той стороны нам понятно, что все чисто и красиво, то здесь можно также посмотреть, что к нам прет. Это вот Невея наша. Здесь тоже мастерочка непонятная. Смотри, очень-очень-очень много мусора. Беда, печаль. О, чей туфля кто потерял? Сочнее, как будто кто-то свалку где-то выкинул. Чем там пользуется? Для макияжев. Лук даже есть, ребят. Любой вкус и цвет. Елку, а как там все страшно выглядит. Выбрасывают очень много медузок. Видите, здесь я ранее наблюдал их в большом количестве. Еще нефтяные есть выбросы, но они уже первый раз, когда был шторм, перемещались с песочком. Сейчас только на ногах остается. Кайт я уже пачкал в нефти. Обильно, что природоохранные службы не находят нефти. Неужели никаких интересов наказывать тех, кто зарезняет наши моря? Летом я показывал этот пляжик. Анатолий Ародин, видите, как он тут пострадал, наклинил все эти навесы. Бокидывало тоже большое количество мусора. Там детскую площадку закопало. Здесь, наоборот, подмыло. И вот такая жесть взятка. Видите, как навес ломало. Это Джамайка, который первый решеток на Джамоте на Дюнах построится. Сколько с ним мы воевали, помню. У него там подсносило тоже штормом. Рещетки. Он стоит на сваях. По разрешению к нему самому, там, кроме передних, особо нет. Тоже и ракушки много. Мусора разнообразного. Что-то они не спешат убрать перед собой территорию. Лада показатель, да, как можно быстро и вести в порядок и сделать приятный для Лада. Ручок. Все хорошо. Так каждый вышел в предприниматель. И не надо волонтеров дать, чтобы пляж отбирать. Пляж Джамотинский проезд. Который, вы все знаете, от аквапарка. Тики-так, проходцы, как море. Выглядит он тоже непредитабельно. Много мусора. Вода подбирается с навесом. Я берегу гораздо больше. Сейчас видно даже, вот, как срез такой, для трески. Вообще, мы смотрим, какие беды. И опять мусор, мусор. Сейчас направимся на туристский проход и к пирсу. Я просто еще пытаюсь понять, сколько у нас остается проходов в море, или что-то, а что стадает. Я надеюсь, я смогу, а вы меня поддержите в комментариях. Туристский проход к морю. Сейчас здесь вот так вот идет. Чистят леденную систему от песка. В этом месте разрушили забор. Но что-то здание как-то очень медленно это ломается. Мне такое ощущение, что уже вот-вот засыпет песком. Ну и песок убивают строительным этим мусором. Есть ли власть в Анапе и в Краснодарском крае или нет? Помните, как Кондратьев возле этого дерева говорил? Ну, хоть дерево стоит еще, чтобы его не стало. В общем, разрушает гостиницу на первой береговой линии. Выглядит это просто ужасно. А вот оно море. Пляж это действительно очень с трудом узнаваем. Потому что с тех времен, когда я сюда приезжал Кондратьев, он изменился. Тоже до неузнаваемости. Тоже песок посмывало. Видите, где находится пирс. Но даже до берега не достает. Весь берег в мусоре. В досках, сорванных с этого пирса. Его полностью уничтожило. Ни одной на нем не осталось. Контейнера валяются на берегу. В общем, картинка, как будто пришел после какого-то побоища. Ну и теперь еще пластик добавляется другими штормами. В общем, берег максимально выглядит неприглядно. Но я уверен, что уберут. Когда-нибудь точно. Даже сейчас, видите, небольшое волнение моря достает волнами доверха пирса. То есть, стоит ли его восстанавливать или уже пора избавляться от этой металлической конструкции тоже в море. Как там, помните, два пирса было, их убрали. И хорошо. Зачем нам портить течение? Пускай оно все это несет вдоль берега там те же самые водоросли и так далее. Уберите все пирсы от береговой линии. Всем будет хорошо. Ну, морешка, еще раз здравствуй. Двигаемся дальше, ребятки. Красота. Пена морская. Какая она классная. Мы дошли до пляжика на улице Морской. Здесь сзади какую-то организовали яму круглую. Непонятно, сверху накрыли. Неужели решили сделать здесь водоотвод на постоянной основе, как и обещали. Но дюны здесь расколбасили прям знатно в свое время. И сейчас в этом году то же самое. Как видите, по нашим дюнам продолжают кататься мотоциклы. Да нет, не жалко. Просто пляжи деградируют еще быстрее. Так говорится, ради удовольствия там нескольких человек, чтобы покатались они на мотоциклах по нашим растениям. Чего ругаться. Ну и сам пляж. Выглядит вот так. В ту сторону. Фея третий пляж. Здесь тоже много мусора по всему побережью. Большие какие поленья валяются. Ну и давайте отправимся на первый проезд. Посмотреть, как там. Конечно, разруха. Просто жуть. Жалко дюна. В юбилейном, кстати, опять немножко вода стоит. Ну, не критично. А это первый проезд, пляж. Джамате-2 его называют. Если быть правильным, как говорится. Здесь у нас песок, зона отдыха. Рестораны на дюнах. Говорят, чего у нас здесь только нет. Здесь есть много качельки, поподнимали наверх. Ну, песок подо мной вымыл. То есть, если раньше эти доски лежали на песочке, то когда шторм заходил, промывал здесь все. Как вы помните, доходил аж до Виноградной улицы. Такой вот штормино был. Тут подсыпали песочком и больше никаких изменений нет. Так, там у нас или собака, или коты сидят. И здравствуй, морешко на Джамате. Люди здесь не выдержали, разломали эти доски. Пляж, конечно, просто жуткое зрелище. Там мусора невероятное количество. Выглядит это вот так вот. Завалено, захламлено. Уборки здесь просто. Непочатый край. Ну, тракторами, может, заграбывают. Так попроще будет. Двигаемся дальше. Какой-то у нас по счету пляж, да? Прям интересно, в этом году откроются вот эти вот ролеты или нет. Это гостевой проезд. Мы сейчас с вами смотрим. Проход, кстати, и через Динамо открытый. Здесь по прямой можно прогуляться к морю. Давно я как-то не приходил сюда снимать. Что-то тут все так видоизменилось. Помните, эти ногомоечки, битва. Через какой проход люди будут выходить с пляжа. Здесь все позаносило песком. Красивые перепады, тень. И нам чуть-чуть осталось до моря. Старинные заборы тоже еще пытались тут огораживать. Я, кстати, уже не помню. Хотя в детстве бывал на этом пляже. Если есть те, кто у нас давно живут, говорится, расскажите, ребята, что это тут огораживали. Я, как понимаю, картинка здесь такая же плачевная. Тут и на дюнах. Это мусор откуда-то взялся. Дюна, кстати, тоже видоизменились. Ну и пляжная территория захламлена. Хотя видно, что вот палки в куче тоже уборку производили. Новый шторм, новая порция мусора. Здесь тело пляжа осталось еще довольно-таки широким. Следующий проход к морю, это через Кривой Проход. Его просят называть. Мне говорят, называй его Веста. Не звучит, говорит, Кривой Проход. Да уже прижилось, ребят. Мне кажется, это самое такое запоминающееся название. Потому что он действительно Кривой. И ругались на меня, что многие места я переименовал от того, как они раньше назывались. Допустим, Гостевой Проезд это Динамо. Раньше всегда остановка называлась Динамо. А сейчас все говорят, Гостевой Проезд. Ну, почему назвать Гостевой Проезд это проездом? Да, там же не только Динамо находится, а много разных баз отдыха. Поэтому я считаю, что надо как-то созвучно и понятно, чтобы было. В общем, самый позорный проход к морям, который есть на Приневском проспекте. Сюда ходят очень много людей с разных, даже в пещенебельных баз отдыха. Но, мне кажется, он позорит это место. Вообще, в принципе, два забора даже установили с той стороны. Хоть бы как-то окрасили. Или там разрисовали даже красиво. Тут постоянно разные автографы люди оставляют. Идешь такой, смотришь, откуда кто приезжал. Хотелось бы всего более красивого, классного, приятного. А не это вот все, да? Я вообще не жалуюсь. Я радуюсь, что хотя бы пока еще вообще к морю пускают. Это в скором времени и не пройти будет. Дай бог, чтобы все было хорошо. Я надеюсь. Ну, тут я пошел не как всегда, с выходом через Весту, а полез через Дюны. Они тут тоже большущие. И местами их даже не трогают. Но проход вот здесь постоянно деформируют. А вы, типа, вот тоже не трогали. Повезло им в этот раз, что к ним вода не пришла. Именно морская. Потому что находятся они даже ниже уровня моря, по моим ощущениям. Ну, либо на одном с ним уровне. Ну, вот так вот выглядит здесь пляжная территория. Тоже очень-очень много мусора. Это немножко заставляет грусти по всему берегу. Так. Ну, пляжное тело здесь широкое. Благодаря Дюнам оно как бы удержалось и сохранилось. Следующий уже проход на море. Можно будет, конечно, там в нескольких местах через Северное Сияние пройти. Я их не считаю такими особо популярными, потому что там не так уж много гостевых домов находятся. Наверное, самая популярная будет речка Можепсин. Отправимся туда. Через Северное Сияние вот один проход, вот второй проход. Они тут просто все рядышком находятся, поэтому мы заходим непосредственно под арочку в озорный берег. Дорогу, к большому сожалению, здесь уже совсем ушатана. Радует, что уровень реки Можепсин сам спал. И обидно, что мы потеряли еще деревья. С этого прохода новые никто не сажает. Старые разваливаются, гниют и падают. И становятся здесь лысо. Раньше здесь целый лес стоял на подходе к морю. Вот так сейчас выглядит Можепсин. Полноводный. И довольно-таки большой. Но вода, честно, вроде упала. Был вот до сюда. Мы здесь часто катаем на кайте, поэтому этот пляж я вижу постоянно, особенно во время штормов. Здесь арендаторы пляжа называют его лагуна. Но я считаю, что неправильно это все должно называться Можепсин. Потому что река есть, и надо придумывать название лагуна. Какая лагуна? Посчитайте, что такое лагуна. Совсем на нее не похоже. Мы выходим на берег моря. Здесь, как всегда, много. Трасс. Река не просто оголила остатки мельницы, а полностью их еще и разросла. Эти большущие камни. Помню, когда впервые оно появилось, это основание здания, все-таки вау, что это такое. А сейчас его уже подсмыло полностью. Переходы через реку только туда, ближе к Пионерскому проспекту, либо разваться, идти по ней. Я вот здесь перехожу. Здесь у меня там больше, чем по колено, глубина. Невероятные изменения, когда она бывает летом уже под конец сезона, вообще не впадает. Вот, кстати, тоже остатки того самого фундамента. То сейчас мы-таки полноводные. Видите, полностью размыло все. Весь песок здесь разрушило штормом джуну. Этот пляж вообще не узнаваем. Вот, глядя в ту сторону, вот весь этот мусор пробовался, щевелится. И вот шторм только прибавляет, прибавляет и прибавляет. Сегодня вода уже отошла. Вчера она была вот где-то здесь. Мы вот на небольшом пятачке вот здесь запускали кайты. Завтра будет усиление ветра, и это все повторится. Ну и по-другому совсем выглядят дюн. Они здесь гораздо выше, чем мы начинали от Анапы. Хотя самые большие на Кавказе на пляжике находятся. Собственно, куда мы и отправляем все, ребята. Я надеюсь, я смогу хотя бы все пляжи Пионерского проспекта вам сегодня показать. Самое крутое, что можно увидеть, это ныречки и чонга в плавающем водоеме. Одну из них мы сюда принесли с берега моря вчера. Пресно водеем. Тут без волнения море гораздо лучше. Ну и рыбка плавает здесь тоже в большом количестве. Прогнозисты ошиблись. Плюс 10, прям очень тепло, хорошо, ветер успокоился. Круто. Я прям доволен. Я иду до пляж Кавказ. Тут, короче, машину опять далеко приходится ставить и мы подходим к Черноморцу, который, возможно, в этом году уже запустится. По крайней мере, ожидания такие есть. И он останется детским. Это меня тоже очень радует. Территория уже выглядит ухоженной. Уже отремонтировали подъезд, сделали тротуар с пандусами. Посмотрите. Дай бог, чтобы все получилось. Действительно, все заработало в этом году. вот пансионат, детский, огромное пространство. Вон, пожалуйста, дюны, море. Красота! Вов, самое лучшее, что только может быть. Я помню, когда ходил мимо этой территории, здесь все было такое заросшее. А я в детстве, помню, как мы ходили вот сюда на дискотеку. Раньше всех пускали. Мы же свои были. Все, пожалуйста, приходи и отдыхай. В любое место заходили. Что кубанскую Ниву, что в Юнгу, что вот сюда. Мы дальше, по-моему, Ажипсин особо не путешествовали, но близлежащие лагеря, все, которые детские были, можно было прийти, общаться с детьми, все было классно. Ну и вот, думаем, что, наверное, запустится. С другой стороны, бывшая детская волна, порезанная на куски, там уже отдельно гостиницы, какие-то пляжные отели. Но это Кавказ. С той стороны у нас детский был Кавказ, и что-то он как-то его не восстановят до сих пор. Сзади построили ЖК Кавказа, вот территорию детского санатория, как и есть осталось. Проход, тротуар, асфальт, впереди дюны с морем. Там работа кипит, прям перфораторы, другая, техника. Но это самолетик звучит. Хотелось бы, чтобы уже скорее это был наш гражданский, который прилетит в Анапу. Мирного неба. Всего, чего только хочу, мирного неба. Чтобы закончились все войны, все жили долго и часто. Больше ничего не хочется. В следующем году дюна. Большая, пологая, постепенно вверх. На Кавказе дюны самые большие. Почему? Потому что здесь находятся тополя. То есть они были высажены в советское время, на них образовались краски дюны. Советский Союз пришел, короче, разровнялся, косил, построил детский пансионат и пришли шторма. И потом поняли, что надо все здесь восстанавливать, высаживали все эти растения, чтобы были аккумуляторы песка. Ну, собственно, благодаря этому деградацию пляжей удалось остановить. потеряно было больше 80 метров по старым топографическим съемкам пляжей. Ну и здравствуй, морюшко. Красота. Тут так же раскатывают на мотоциклах по дюнам, оставляя свои следы. Тоже видоизменился. Мусора здесь не есть, но я смотрю, что собирали. Вот кучка, вот кучка. его не так очень много. Никакой простор. Просто фантастик. Дыши и радуйся. Вы все помните этот проход к морю. Раньше здесь был лес вообще на этом месте. Ну, в этом году мы снимали море Тель на обзоре. Но вот самое печальное то, что появился уже при нынешней администрации вот этот вот забор и бетон залили с этой стороны. Что в первую санитарной зоне вообще делать нельзя было. Но вот так вот в большом сожалению больше разговоров, чем настоящие защиты наших дюн. Но опять-таки песок сыпется сюда. Они украдут его себе. Скажут, сам пришел и разровняют, как и в прошлый раз, по своему участку. Ну ладно, мы сегодня пытаемся вообще показывать пляжи. Пойдемте, не будем ворчать. Только старая бабка разворчался. Здесь тоже за Одиссее есть участочек, которые они продают на Авито. Но строительство, надеюсь, что мы не допустим здесь, чтобы произошло какое-либо выход к морю. Мой любимый пляж, на нем я вообще круглогодично, так сказать, бывая с одновлетний период, здесь живу, потому что провожу свои фотосессии. Кстати, если кто-то ходит в следующем году на фотосессию, приглашаю. Я думаю, что рыпаться мы не будем за напы. Будем работать спокойненько. моя любимая дюна, которая уменьшилась, здесь тоже деревья все повыкосили. И... И... Ну, тоже мусор много на пляже. Ну, пляж, в принципе, тело не изменилось. Но здесь и шторм века не сильно обрушил свои воды. Почему-то удар пришелся больше в ту степь до Джумате. Там, наверное, самая критическая масса была воды. Дальше уже не так сильно все пострадало. Больше, наверное, от ветра. Ну, и здесь, в принципе, все пляжи законсервированы. Поэтому и разрушать-то не было особо чего. Такой вид Афалина сейчас называется этот пляж. Потому что весь его берег заняла именно эта база. Также здесь находятся другие пляжи. Кубанская Нива. Но это предпоследний пляж. Селена. С той стороны у нас находится парус, южный парус. Сам проход через Селена выглядит вот так. Здесь пропускают абсолютно всех. Как бы никаких нету претензий. Многие, кто отдыхает и ходят на жемчужинские пляжи, когда узнают, какой здесь красивый проход и насколько здесь море посвободнее, ходят в эти места. Селена дорога сердцем очень многим людям. и также парусы и все остальные там пансионаты, которые попадают на проход именно к этому пляжу. Каждый год здесь идет какой-то реконструкции. Видите, опять стройматериал, опять что-то меняет. Это большой плюс делает санаторию. Сколько лет он существует, ни разу не таких-то негативных прям вау-вау отзывов я о нем не слышал. Так что молодцы. Пускай работают дальше. На территории здесь есть детская площадка. Тоже моя дочка особенно в детстве очень любила. Долго ее приходилось отсюда забирать. Но покачались и уходили домой. Пока не покачались не уходили. Свой бассейнный комплекс. Единственным минусом как бы самого подсената то, что он сквозной проходной. В номера к вам точно никто заходить не будет. Поэтому не переживайте. Если вдруг выбираете для отдыха Селену, хотя уже здесь возможно номеров на следующий год нету. Как минимум в этих корпусах с видом на море 100%. Лично мне Селену не нравится как раз из-за этих корпусов. Потому что они построены за красной линией. А сам проход раньше был просто свободный зеленый из зоны прохода к морю. Но в большом сожалению все распродается и остается то, что остается. Надеюсь в дальнейшем таких моментов не увидим. Летнее время здесь укладывают настил через дюны. Не сложно идти даже без настилов. Ноги не разрывают то их люблю целую. разрывают ненавижу посылаю. говорится. Ну и дюны сами видите как изменились. Я думаю контраст того что я вам сегодня показал от тех мест где дюн нету и там уже мешками с песком пытаются защитить свои пансионаты от моря. И здесь природная защита в виде дюн. Слушайте отсюда я буду заканчивать потому что мы увидим оба пляжа что здесь у нас селена что соседний жемчужная россия и на этом пляже пионерского проспекта закончится. Смотрите ребят часы показывают у меня 14 километров прогулялся я. Если я шел просто пешком с Анапы до сюда у меня вышел бы 10. То есть как-то так получилось что проезжая какие-то расстояния на машине по прямой было бы гораздо короче. Ладно хватит жаловаться еще раз благодарю всех кто досмотрел кто подписывается ставит лайки делает репосты я думаю что это видео зайдет и будет полезно чтобы знать вообще обо всех пляжах которые есть конец пенятского проспекта это вот таблеточки находятся пляж жемчужной россии оттуда начинаются столбы пошли дальше там пляж мераклеон детских санаторий жемчужной россии пляжи это именно общественное здесь у нас распровогается посередине парус потом пламя тоже на пламени мы выходили возле пляжа афалины то есть все близко все хорошо но ни много ни мало давитесь 10 километров пляжей имеется тоже все замусорено большом к сожалению грусти и печали здесь мусора тоже не меньше но будем надеяться что все уберут по крайней мере на пляже жемчужной россии вижу что работает техника уборка двигается уверен что вам зайдет по самой главной нашей традиции послушать морюшко как она вас в себе зовет и пишите обязательно в комментариях собираетесь ли вы на следующий год ехать на море пишите куда собираетесь потому что смотрят нас не только те кто любят Анапа но и вообще любители всего Черноморского побережья пишите куда вы поехали если бы не было никаких там моментов то есть может быть вы выбираете наши пляжи только потому что у вас нет выбора там боитесь Крым поехать там невыездные или еще что буду очень рад вас послушать но сейчас просто пускай говорит море лепет и а лепет д КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ